Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня предлагаю обсудить работу сферы торговли и общественного питания. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Александр Иосифович Качан, начальник Главного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома. В 2002 году окончил Гродненский торговый колледж Белкопсоюза. В 2006 Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. В 2009 здесь же получил дополнительное образование по специальности правоведения. В 2017 году завершил обучение в Академии управления при президенте Республики Беларусь. Торговый путь начинал продавцом-стажером в Шарковщинском райпо Витебской области. Во время учебы в Белорусском торгово-экономическом университете возглавлял первичную организацию БРСМ этого вуза. Около двух лет работал в областном комитете БРСМ. В 2009 году пришел на работу специалистом в управлении делами Гомельского облсполкома. В 2015 назначен помощником председателя Гомельского облсполкома. В нынешней должности с сентября 2016 года. На вопросы, которые касаются работы отрасли торговли и услуг, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер, номер 8029-340-043-3. Здравствуйте, Александр Иосифович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня в школах региона прозвенели первые звонки, прошли торжественные линейки и начался новый учебный год. И хоть это, конечно, к теме нашей сегодняшней беседы никак не относится, но обмянуть вниманием тоже было бы, наверное, неправильно, потому что такой день важный в жизни каждого человека. Вы помните свои школьные годы и как вы учили в школе? Ну да, конечно, я думаю, что в жизни каждого человека школа большой, значительный вклад, поскольку, наверное, основное становление социализации – это школа. Ну, учился я, наверное, все-таки, наверное, хорошо. Больше, конечно, еще у меня вот в старших классах – это общественная жизнь, что и позволило мне в следующем вот работы в молодежной организации, поскольку, я считаю, и это уже доказал мой, наверное, жизненный путь, вот именно активная жизненная позиция, то, что если закладывается это изначально в школе, то потом позволяет в следующем просто вот, ну, как-то вот социализироваться легко и жить интересно, насыщенно. Будет справедливо отметить, что учились вы много и к молодому возрасту добились значительных профессиональных успехов. Что бы вы посоветовали молодому поколению? Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы пожелать нашей молодежи никогда не останавливаться, поскольку нет никаких трудностей непреодолеваемых и побольше любознательности. Ведь вот именно познание, чтение различной литературы, слушание, знакомство, общение с людьми, то есть всегда что-то новое искать и за счет этого развиваться. Чем шире кругозор, тем более у нас будут интересные, активные граждане, которые должны строить нашу страну. Ну, а теперь, как родитель, вы уже готовили ваших детей к новому учебному году. Расскажите, пожалуйста, остались ли довольны ассортиментом товаров, которые предлагали школьные ярмарки и ценами? Ну, конечно. Сразу так скажу, что мы постарались организовать и настроить торговлю, чтобы речь шла не только о крупных городах, можно было приобрести весь необходимый ассортимент товаров, но максимально дошли до каждого населенного пункта, в том числе и сельских. В районах проходили у нас ярмарки. За этот период это 391 ярмарочное мероприятие, это площадки отдельно работающие. И, кроме этого, я думаю, что все покупатели видели о том, что необходимый товар, который касался подготовки к школьному сезону, это школьно-письменные, канцелярские принадлежности. Они практически в любом торговом объекте были, даже в сельской местности. Поэтому, я надеюсь, не только мне удалось подготовить, а каждому жителю Гомельской области удалось собрать ребенка в школу и приобрести ему то, что ему хотелось. А какие-то нарекания, связанные с этим направлением в работе торговли, поступали вот в этот период? За этот период, наверное, это как позитивная такая оценка, ни одного обращения не поступало, связанное с недостатком каких-либо товаров или невозможностью что-то приобрести. Спасибо большое. Сейчас предлагаю посмотреть короткий анонс событий этой недели, а после мы вернемся в эту студию. Продолжен диалог, присоединяйтесь, мы в прямом эфире и готовы ответить на ваши вопросы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Акция «Единый день безопасности» пройдет в Беларуси с 1 по 10 сентября и включит мероприятия по профилактике чрезвычайных ситуаций и правонарушений. Обучению поведению в условиях экстремальных ситуаций, оказанию первой помощи. В частности, состоятся учения и тренировки, проверка системы оповещения, трансляция сообщений от МЧС в теле- и радиоэфире. В субботу в Речице пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Для гостей будут организованы концертно-развлекательные программы, спортивные состязания, интерактивные и игровые площадки и выставки. Праздновать день рождения 7 сентября будут и в Лельчицах. В программе шествия представителей трудовых коллективов, творческие выступления, работа сельских подворий, конкурс «Властелин села», выставка-продажа «Сувенирный базар». Вы смотрите «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. 340 043 номер нашего телефона. Присоединяйтесь. Работа сферы торговли и услуг. Такова тема нашей сегодняшней беседы. Александр Васильевич, как сложился летний сезон для отрасли? На что люди тратили деньги? Ведь не только на квасы мороженое, как я предполагаю. Если вообще в целом рассуждать о структуре расходов, то практически 40% у нас тратится на продукты питания от тех доходов, которые получают наши граждане. Где-то примерно чуть больше 30% уходит на приобретение непродовольственной группы товаров и на услуги уходит чуть больше четверти. Вот примерно такое распределение. И остальные – это уже то, что идет касается сбережений. Если говорить, конечно же, вот именно по отдельным, то одежда, обувь – это порядка 7% бюджета для такой средней семьи, поскольку это средние цифры уходят. Если говорить про услуги, то здесь у нас первое место занимают коммунальные услуги. Это чуть больше 7% и связь – 5%. Поэтому, конечно, все, что у нас зарабатывается, оно направляется, конечно же, на потребление в основном. И мы, если говорить о нашей розничной торговле, это чувствуем. Увеличилось по-прежнему у нас, даже по сравнению с прошлым годом, значительный прирост приобретения непродовольственной группы товаров. Это порядка 110%, то есть на 10% больше, чем в прошлом году. По продовольствию цифры, конечно же, несколько меньше, но в целом за этот период на больше, чем на 103,1% увеличился наш товароборот по сравнению с прошлым годом. То есть у нас спрос возрастает и продолжает замещать необходимыми товарами, обеспечивает наше население. Но это для нас хорошо. Никто не любит расставаться с деньгами, но, тем не менее, делать покупки все равно приятно. И, наверное, это хороший показатель, когда люди приобретают что-то дорогостоящее. Да, конечно. Как бы вы оценили показатели этого года в целом и какие точки роста вы для себя определяете в дальнейшем? Ну, как я уже обозначил, развитие в целом у нас торговля за этот период времени сработало 103,1%. Если говорить именно об организациях торговли, то показатель даже еще лучше, это 104,7% рост идет. То есть мы видим, что идет смещение в сторону организованной торговли. То есть это стационарные объекты торговли, это сети, единичные магазины, которые предприниматели работают в сельской местности. Достаточно стабильная ситуация у нас на сегодняшний день в сельской местности, обеспечивающую, которая обеспечивает потребительская кооперация. Тоже ситуация неплохая. Они уже свою нишу, свой рынок заняли и здесь успешно работают. Если говорить об оптом товаробороте, мы идем примерно на уровне прошлого года. Да, есть определенная динамика смещения уже приоритетов, изменения рынка. И это потом в последующем отражается на наших экономических показателях. Но в целом для населения все те, которые, так скажем, основные ключевые моменты, по которым мы оцениваем развитие нашей розничной рынка, они характеризуются положительными моментами. И из этого можно просто отметить, мы продолжаем ту работу, которую мы проводим по развитию сети. У нас хороший прирост сети идет, развитие стабильное. В основном это, конечно же, сейчас для нас наиболее интересным в нашей области является развитие магазинов шаговой доступности, поскольку крупными объектами уже обеспечены даже все районные центры у нас. И уже дальнейшее движение будет за счет удобства для покупателей. Если говорить по сельской местности, здесь мы в первую очередь видим развитие конкуренции. И динамика, она уже на протяжении трех лет, если мы начинали примерно с 25% сельских населенных пунктов, в которых имелась конкуренция, то есть было более двух объектов различной формы собственности, то уже на сегодня мы приблизились больше половины населенных пунктов сельских. У нас обеспечены более чем двумя объектами торговли. Соответственно, это потребительская кооперация, это индивидуальные предприниматели, иные юридические лица. Соответственно, если есть конкуренция, то это более широкое предложение для покупателя и самое главное ценовой фактор. А где вы предпочитаете делать покупки? На рынке, в магазине или в интернете? Наши корреспонденты поинтересовались мнением людей на улицах города Гомеля. В магазине. А в интернете покупаете что-нибудь? Да, покупаем. А там чаще гипермол продукты или вещи? Ну, продукты, все такое, вещи. Маленькомод берем сейчас, памперсы все подряд берем. В магазине и на рынке? В интернете практически нет. На пятачках. Почему? А там в ролетиках все дешевле, всяких дешевле еврооптов и все прочее, и народа не много. В магазине. Почему? Я четко вижу, что я покупаю, держу это руками и за это оплачиваю деньги. А что придет по интернету, иногда не оправдывает ожидания. А на рынок не любите ходить? На рынок, если это продукты, то да, если это одежда, то нет. Вот я, например, пенсионерка, поэтому я могу и там, и там, и там, в зависимости от цены. А любите где больше? Может, продукты вы покупаете в магазине, допустим, а вещи через интернет как распределить? Через интернет я почему-то не люблю, пока я интернет не освоила. Я вот в соцсетях, я бываю, а покупки не совершаю. Продукты, конечно, я покупаю в продуктовых магазинах, как-то больше предпочтение туда отдается. А промышленные товары, ну вот как сказала Наталья моя, в зависимости от цены, когда-то что-то на рынке, где-то что-то когда-то и в магазине. Где вы предпочитаете делать покупки? В магазине, через интернет покупаете или на рынок ходите? Ну, чаще всего либо через интернет, либо входим в магазины. А что через интернет? Продукты питания, вещи? Нет, продукты питания никогда. Обычно через интернет мы покупаем обувь или одежду, чаще всего для детей. А за продуктами ездим обычно в магазин. А рынок? Обошли вниманием? Нет, рынок просто у нас обычно муж посещает обязательно. Каждую неделю он ходит на рынок, покупает там продукты. Так как не совсем стандартный размер одежды, поэтому ходим по торговым центрам. А в интернете нет? Как-то вот не сложилось. Несколько раз заказывали, но неудачные покупки. В плане ребенка, игрушки, да, такое, можем что-нибудь заказать. А одежды, обувь нет. А на рынок ходите за что-нибудь? Ну, как-то ходили, но в последнее время как-то выгоднее даже в магазинах сетевых, чем на рынках. И качество, и цена. Ну, смотря какие товары. Продукты питания в основном это магазины, гипермаркеты, потому что есть довольно-таки приличные скидки. Ну, если какая-то техника более серьезная, сейчас, наверное, самый ходовой момент приобретения через интернет. Потому что доставка к дому, гарантия, опять же, кредитные линии все интернет-магазины имеют. И довольно-таки большой, серьезный выбор. Вот. Но в тот же момент есть те необходимые бытовые вещи, которые в любом случае покупаешь на рынке. Поэтому все три источника, они актуальны на сегодняшний день. А чего не хватает гомельской торговли? Гомельской торговли, мне кажется, не хватает на сегодняшний день гибкости. То есть мы где-то сегодня видим довольно-таки большое количество крупных магазинов, но в то же время нету каких-то интересных программ у этих магазинов. Нету той конкуренции в том понимании, которое она есть, например, в европейских странах. Вот, наверное, этого гомельской торговли не хватает. Вы смотрите «Диалог» в прямом эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель». Говорим сегодня о торговле. Если у вас есть вопросы, то присоединяйтесь. Александр Иосифович, а вы анализируете предпочтения покупателей? Где сегодня люди предпочитают делать покупки? Сколько денег где оставляют? Какие позиции выбирают? Конечно же. Мы анализируем через каналы нашего товарооборота. То есть это рынки или торговые центры, индивидуальные предприниматели, или это все-таки организованная торговля. Также отдельно я анализирую, когда мы работаем и смотрим по торговым сетям, то есть по конкретным субъектам, как у них идет движение. Поэтому мы на основе этого и делаем выводы. Там, где цена, это первое такое, наверное, то, что является значимым для покупателей. В последующем это все-таки удобство, широта ассортимента. Ну и не последнее, поскольку ты почему и сказал, что о том, что магазины шаговой доступности многие предпочитают уже просто, когда есть достаточно насыщенность рынка, то где ближе, туда и сходят за товарами. Спасибо большое за ответ. О ценах мы еще поговорим. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Александр, у меня, я, меня зовут Герасов Сергей Васильевич. Я проживаю в микроаве 94-96, у меня такой вопрос. Будет ли в новобилице магазин в два гуся? Или какие магазины будут строиться на будущее? Спасибо большое за звонок. Рекламу сегодня никому не делаем, но, конечно, телезрители имеют право знать, как будет торговая инфраструктура в их микрорайоне развиваться. Да, Сергей Васильевич, я думаю, что все жители новобилицы часто задают вопрос по обеспечению крупными объектами. На сегодняшний день мы выходим уже на реализацию проекта по открытию крупного торгового центра. Будет начинаться буквально в ближайшее время работы по реконструкции цехов «Кристалла». То есть там будет торговый центр порядка 14 тысяч квадратных метров с гипермаркетом продуктовым. Я тоже, да, не буду называть оператора. Достаточно интересный оператор, который у нас в области не работает, но у которого позитивные отзывы. Также в самом самих микрорайонах в 94-96 будет строительство. Сейчас ведется, я думаю, что к концу года, в начале следующего года, откроется продуктовый магазин, стройно пристроенный в одном из жилых домов. И также еще городом, городский горосполком сформированы земельные участки под строительство других объектов. Поэтому у нас развитие идет в торговле. И я думаю, что буквально стоит подождать, конечно, определенное время, но будут объекты под любой вкус. Да, в Новобелице достаточно много открытий. Ожидается в ближайшее время около трех, по-моему, новых микрорайонов. Только в пределах одной Новобелицы есть где развернуться. Да. Вот что хотела бы обсудить. Одно из популярных направлений – это сельхозярмарки. В прошлом году их сезон стартовал в сентябре и продолжился вплоть до Нового года, фактически, до снегов. Какие планы у вас на этот год? На этот год аналогично. Уже у нас подготовлено распоряжение по созданию оргкомитета, по организации ярмарок. Каждый район для себя определит площадки. Это традиционные площадки, которые сложились. Я думаю, что и для гомельчан ничего особо не изменится. Задача одна – максимально приблизить, конечно, к местам проживания, то есть микрорайоны и при этом площадки, которые будут позволять разместить и торговые объекты, автомобили, возможность парковки для отвоза-подвоза продукции. Поэтому нашим жителям области эта форма торговли, она для многих полюбилась и близка. И мы, естественно, что постараемся обеспечить. А сроки проведения – это уже будет зависеть от погодных условий. Если будут позволять, то и в ноябре, и в декабре мы будем организовать эти ярмарочные мероприятия именно по реализации сельхозпродукции, чтобы они плавно перешли у нас в предновогодние ярмарки. А как вы думаете, почему эта форма торговли такая популярная? Сегодня ведь в магазине можно купить все, что угодно, и картофель, и морковь, и в любое время года. Почему люди любят ярмарки? Ну вот фактически вы сами ответили на свой вопрос. Некоторые предпочитают у нас по-прежнему еще делать какие-то запасы. Для этого, видимо, у них есть возможность, места хранения. То есть мотивация у каждого своя. Но я вижу одно, что именно эта привычка такая, сложившаяся о том, что пусть мешочек картошечки где-нибудь стоит поближе. Хотя на сегодняшний день, и я не скажу, что особые ценовые колебания у нас происходят на эти виды продукции, поскольку цены не регулируются, и достаточно большой объем производства продукции, и можно и в торговых объектах найти любую продукцию, и даже по достаточно низкой цене, и ниже, чем на ярмарках. Уже практически год, как мы попрощались с небольшим рынком возле автовокзала, так называемый Пятачок, как там продвигаются работы? Строительные работы идут достаточно динамичными темпами, то есть завершаются уже основные земляные работы, и в ближайшее время начнется уже строительство самого каркаса здания. По информации, которая у нас от нашего инвестора, от застройщика, они планируют к началу зимнего сезона уже возвести стены для того, чтобы приступить к отделочным работам, ведь в следующем году открытие объекта. В следующем году? Да, планируется в следующем году. Вообще, как вы думаете, торговля на рынках в 21 веке, это современно, она должна оставаться как некая фишка, как место работы индивидуальным предпринимателям, либо же какие-то на перспективу другие планы у вас? Ну, я свое мнение, конечно, по-прежнему не изменил. По мне, оно было бы наиболее оптимальным, чтобы у нас вся торговля перешла в стационарные объекты, будь то торговые центры, отдельно стоящие магазины, но, учитывая, что во всем мире тенденция наличия рынков, она в любом случае сохраняется, у нас, конкретно и в области, это и в целом в республике, объем товароборота через рынки, торговые центры, он снижается. Но он снижается больше на рынках, перетекает в организованные торговые центры. Это для бизнеса самая, наверное, низкая входная цена для функционирования, для работы. Ну и для покупателей по-прежнему за счет наименьших издержек зачастую достаточно интересный ценовой фактор и хорошие предложения. Ну, скажу так, что буквально даже вот вчера мне самому пришлось пойти на рынок за теми вещами, то, что мне необходимо было приобрести. Нет, это не продукты питания, это немножко другое, но пришлось именно пойти на рынок, поскольку это место, где работали торговые объекты, в это время ехать куда-то дальше, мне просто было неудобно. И я оценил ассортимент, есть большое количество покупателей, спрос, поэтому стандартная наша рыночная ситуация, спрос рождает предложения. Спасибо большое. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слышим вас. Здравствуйте, меня зовут Смирнова Татьяна, можно, чтобы в нашем микрорайоне Людинском была организована торговля на нашем мини-рынке плодо-овощными культурами в течение всего года? В течение всего года плодо-овощными культурами. Спасибо большое за звонок. В течение всего года, наверное, овощи нельзя на воздухе продавать. Нет, есть отдельная возможность. Я проработаю, мы посмотрим, с горосполкомом, как этот вопрос можно решить, поскольку есть субъекты, которые занимаются реализацией именно продукции фруктов, овощей в течение всего года. Поэтому, возможно, если они будут заинтересованы, если есть возможность предоставить площадку, возможно, они будут работать. Поскольку, если мы говорим о сельхозярмарках, они появляются у нас именно, вот они сезонные, поскольку под выращивание и сбор урожая они настроены. А вот для того, чтобы в течение года это уже будет различный ассортимент, ну, мы проработаем этот вопрос. Спасибо большое. Предлагаю сделать небольшую паузу, посмотреть сюжет. После мы вернемся в эту студию, продолжим диалог, присоединяйтесь к нам. Рынки, магазины, интернет. Для современного человека, живущего в большом городе, давно, казалось бы, не актуальна проблема выбора источника совершения покупок. Самое необходимое в шаговой доступности. Остальное, если нет времени или желания на разъезды, можно заказать в виртуальном пространстве. На любой вкус и кошелек. Наша торговля старается идти в ногу со своим покупателем. Конечно, строить возле каждого дома супермаркет необходимости нет. Но вот понимать, чего не хватает жителям города, знать надо. Вот, например, Черноморскому рынку Гомеля давно не хватало нормального ремонта. Крыш над ралетами не было, часть торговых рядов имела не совсем привлекательный вид. Но теперь все изменилось. Появилась не только крыша и стилизованное подворье, но и детская площадка. И радость для детей, и прекрасный маркетинговый ход. Черноморский рынок был самый старый. Поэтому с целью привлечения покупателей, с целью создания какого-то уголка для того, чтобы детскую площадку мы провели реконструкцию этого рынка. Всю реконструкцию провели собственными силами, силами работников нашего предприятия. Как вы видите, площадка востребована. Сейчас на территории рынка осуществляют торговлю фирменную торговлю. То есть это и Гомельский мясокомбинат, и яйцо из вишневки, и товаропроводящиеся эти два гуся работают. Люди довольны. Видим, здесь много участников работает производить госпродукции. Люди довольны. Люди приходят, говорят спасибо. Продавцы говорят, что покупателей после реконструкции прибавилось. Да и самим работать под крышей стало тепло и комфортно. Алла, например, трудится на рынке уже почти 20 лет. Здравствуйте. Вот я вижу вас от полного ухода идет торговля к учебному году. Скажите, пожалуйста, как вообще? Много покупателей? Как товарооборот? Ну, скажем так, к новому году учебному немножко оживилась торговля, потому что дети одеваются, дети готовятся к школе. В связи с тем, что у нас была сделана реконструкция, естественно, приток покупателей тоже увеличился. Руководство пошло нам навстречу, потому что мы отошли уже от палаток, которые раньше у нас были на рынке. Вот. Появилась крыша, у нас появились козырьки, что защищает нас от негативных погодных условий. Поэтому, конечно, результат налицо. Кстати, мам с детьми на рынке всегда много. Ведь поход за покупками, если позволяет погода, удобно совместить с прогулкой. Скажите, пожалуйста, вы часто приходите на рынок? И нравится ли вам здесь покупать товары? И вот поменялось ли что-то после того, как здесь провели реконструкцию? Либо вам главное, чтобы был ассортимент, и не важно, как здесь, чтобы выглядеть? Мы приходим почти каждый день. Нам очень нравится. Сделали крыши удобно, когда погода плохая. Также есть детская площадка. Удобно очень с детьми. Они погуляют, интересно всегда прийти. Вежливые продавцы все. Все нас знают, со всеми здороваемся. Ассортимент? Ассортимент прекрасный. Все есть. С рынка отправляемся почти через весь город в супермаркет на улицу Бородина. Магазинов с таким ассортиментом, к счастью, в городе полно. Но этот знаменит тем, что именно здесь впервые в Гомеле начали готовить пиццу. А белорусы, как известно, в кулинарном плане уже почти итальянцы. После работы в очереди к кассе обязательно стоит несколько человек с ароматными коробками со свежеиспеченной пиццей. Сейчас в этом магазине ищут новые маркетинговые ходы. Дисконтные системы, многочисленные акции, расширяется ассортимент готовых блюд. Опять же, чтобы люди могли вкусно и недорого перекусить. Когда человек возвращается с работы, и у него не всегда хватает времени и желания приготовить что-то вкусное для себя, он может зайти в наш магазин и всегда купить что-то свежее, вкусное, побаловать себя и свою семью. Финишное прямое путешествие нашей съемочной бригады по торговым объектам – прекрасная набережная Сожа. В этом году по ней можно не только гулять, наслаждаясь чудесными видами, но и выпить кофе, перекусить, назначить деловую встречу. И опять же, рядом находится очень популярное место семейного отдыха с детьми – большой детский игровой комплекс. Теперь мамам не обязательно складывать провизию и питье для детишек. Все рядом. Наши съемки проходили не в пиковое время – днем. А вечером, говорят продавцы, кафе никогда не пустуют. Мы, конечно, очень благодарны городу за то, что город позволил нам возвести здесь летнее кафе. На набережной их действительно не хватало, особенно вот возле детской площадки, где родители с детьми постоянно играют, им даже негде было водички купить. Поэтому они с удовольствием приходят к нам в кафе. И днем хватает клиентов, особенно дети любят у нас на кафе отдыхать. Всего в Гомельской области почти 16 тысяч объектов розничной торговли. В том числе в этом году появилось почти 800 новых. Главное, чтобы в каждом был не только хороший ассортимент и адекватные цены, но и побольше покупателей. Вы смотрите «Диалог». Александр Качан, начальник Главного управления торговли и услуг Гомельского госполкома. Сегодня у нас в гостях. Александр Иосифович, давайте продолжим эту тему, начатую в сюжете. Что еще нового у нас появится в ближайшее время? О новобелесе мы уже поговорили, а в остальных районах города Гомеля и Гомельской области. У нас не только одним городом заканчивается наша торговля. Мы в ближайшее время ждем до конца текущего года открытия двух достаточно крупных объектов в городе Мозере. Также у нас будут проводиться открытия, я думаю, что многие гомельчане, наверное, ждут. Это на улице Советской. Буквально в 20-х числах сентября планируется открытие короны. Ну, а так, различные объекты. Я думаю, что, наверное, еще один такой, который объект на слуху и в ожидании гомельчан, это объект общественного питания, который около нашего центрального нервмага будет открыть. Это Макдональдс, ресторан быстрого питания, но это ближе к концу года. Спасибо большое. В продолжении этой темы у нас есть вопросы, которые пришли на Вайбер. Спасибо огромное за летнее кафе в парке. Очень приятно приходить туда с детьми. Спасибо, что написали. Добрый вечер. На улице Малычука напротив Водоканала нет магазина «Шаговые доступности» с продовольственными товарами. Кому обращаться по решению этой проблемы? Вопрос, как я понимаю, на болевшие. Знакома ли вам эта ситуация? Да, это один из вопросов, который у нас находится на контроле. Достаточно сложная ситуация, связанная с имуществами, правоотношениями. Но я надеюсь, что буквально в ближайшее время ситуация разрешится. И объект, который ждут жители именно в этом микрорайоне, он откроется. Кстати, это планируется открытие, один из озвученных, которые ждут в одном из районов города. Но пока есть определенные юридические моменты, связанные с препятствием к проведению ремонта. Сколько ждать? То есть это еще не этот год? Нет, я надеюсь, что все-таки это будет этот год. Ближе к Новому году? Да. И, как я и хотела, давайте о ценах поговорим. В конце августа как раз в стране прошел единый день скидок. Торговые объекты обещали снижение цены на 20-25%. Во-первых, слово сдержали? Наверное, да. Не контролировали? Нет, отслеживание идет постоянно. И у нас такой, чтобы слишком резкое изменение цены было, нет. А наплыв покупателей отмечался в эти дни? Или, в общем-то, люди достаточно скептические к этим черным и не только выходным дням и пятницам относятся? Колебания и повышение спроса при проведении скидочных мероприятий, они всегда наблюдаются. Это уже зависит от того, насколько большие скидки предоставляются. Чем больше скидка, тем лучше. При скидках до 40-50% иногда увеличивается реализация в 2-3 раза. Но здесь мы должны понимать о том, что речь идет ведь о нескольких товарных именно позициях. Поэтому, наверное, такого большого скачка и не происходит. То есть этот точечный спрос увеличивается на отдельные товары. Обычно снижение цены у нас происходит на товары, которые уже с предыдущего сезона залежались, на которые нет потребительского спроса, либо когда приближается окончание срока годности. Вообще, как вы на этот вопрос смотрите? Что, когда нужно распродавать? Или не нужно? Ну, это выбор уже непосредственно самих субъектов. То есть, как они выбирают реализовывать им со скидкой, не со скидкой. И, поскольку у нас на сегодняшний день ценовое регулирование, оно полностью без государства происходит. Каждый выбирает для себя самостоятельно. Дальнейшее регулирование осуществляется в наших конкурентных условиях уже за счет спроса. Соответственно, если к тебе не идут, первое, что ты начинаешь смотреть, а конкурентно ли твое предложение, поэтому вот я и обозначал, что мы заинтересованы, чтобы у нас в дальнейшем развивались объекты, и объекты шаговой доступности, поскольку они конкурентами уже являются нашим крупным сетевым игрокам, и, соответственно, сельская местность. Ну, а мы, покупатели, заинтересованы, конечно, все-таки в распродажах и в днях скидок, чтобы были они почаще, это же и обеспечит возрастание покупательской активности. У нас есть телефонный звонок на линии, давайте выслушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Добрый вечер. Слышим вас. Вас беспокоят и с просьбой, и с благодарностью живет в городе Гомеля. В частности, это район Бумсельмаш. Мы очень благодарны за рынок, который открылся в районе дворца культуры Бумсельмаш. Но, к сожалению, заслуженные ветераны труда с заводом Бумсельмаш очень озабочены острой проблемой. Магазин сельмаш, который находится на улице Дворникова, более пяти лет он простаивает, никто его не приобретает. И приобрести несчастный килограмм картофеля или каких-то овощей в шаговой доступности полностью ликвидировалось с прошлого осеннего периода. На данном месте, где проходилась точечная торговля, сейчас находится стоянка машин. Мы так понимаем, что стоянка официальная. Поэтому ветераны труда и район, все-таки, это уже более, так сказать, пенсионного разрешения. Хотели бы очень иметь позитивное решение. Это вопрос. И массовое было обращение. И в Борисполком. Поняли вас. И в обыскполком. Поняли. Спасибо большое за звонок. Сейчас попробуем разобраться. Конфликт интересов, да, между автолюбителями и покупателями. Правильно было обозначено. Несколько в другом. Это один из, наверное, самых давних вопросов, которые у нас также по-прежнему остаются на контроле. Связан он в первую очередь, так же, как и в обозначенном в районе улицы Малычука, вопросом имущественных правоотношений. Поскольку собственник, он реализовал объект. И в последующем та компания, которая его приобрела, она сама не занимается дистрибьюцией розницей. Она является собственником имущества. И они ищут покупателя. Очень высокая стоимость здания, поскольку это старые, такие, скажем, типовые проекты торговых объектов, которые нерациональны в нынешних условиях. То есть торговая площадь, она составляет, наверное, одну треть от тех площадей, которые имеются в помещении. Поэтому активно пытаются найти вот те собственники, которые сейчас это помещение покупателей. Значительно снижена цена, но пока на сегодняшний день все аукционы проходили безрезультатно. На площадке, где вот сейчас обозначено было, что автомобильный транспорт размещается, там была организована такая постоянно действующая ярмарка. Но в связи с тем, что практически напротив этого магазина появился магазин «Открыт светлячок», несколько дальше магазин есть и «Евроторга». И вот обозначили, что на рынке у нас также открыт объект. Поэтому возможность приобрести товары есть. Но, конечно же, мы отслеживаем ситуацию и надеемся, что решится вопрос и откроется непосредственно, найдется новый собственник и откроет этот объект. Ну, пока ситуация сложная. Спасибо. Есть вопрос аналогичный у нас на Вайбере. На улице Советская, где раньше был магазин «Аленка», идет ремонт. Какой объект торговли там будет? Ну, я не готов ответить. Если есть контактные данные, я думаю, что мы проясним ситуацию. И дополнительно или на одном из таких мероприятий я смогу озвучить и по такому объекту. Уважаемые телезрители, напишите нам, пожалуйста, ваш номер телефона здесь же в сообщении. Я думаю, что специалисты управления торговли с вами свяжутся и вам пояснят, что же конкретно там будет. И тоже вопрос, который никогда не оставляет равнодушным никого, что происходит с ценами. Что показывает мониторинг цен в этом году? Как они меняются? Индекс потребительских цен на продовольственные товары, вот если мы сравниваем к началу года по состоянию на июль, у нас в республике один из самых низких. По непродовольственным товарам у нас также один из низких, то есть это третье место в республике мы занимаем. Несколько иная ситуация по ценам на услуги, но здесь снова же есть лидеры. Изменения основное формируют, конечно же, ежегодно, это вот изменения цен на коммунальные услуги и те изменения, которые происходят планово на стоимость проезда, связи и так далее. По продовольствию лидерами роста цен у нас, конечно, как это не хотелось бы отметить, но овощи. И здесь ситуация такая, что колебания, оно происходит сезонно, то есть в начале года, когда завершается сезон хранения овощей, цены увеличиваются, а по следующим, когда вот уже новый урожай, сейчас будет идти снижение. И в целом среднегодовой он уже выравнивается. По остальным, в отличие от прошлого года, как отмечалось у нас рост цен, наверное, на отдельные молочные продукты, на мясные продукты, в этом году тенденция даже обратная, то есть мы на мясо фиксируем даже снижение цен по сравнению с тем, что было в прошлом году и в начале года. Спасибо большое, Александр Иосифович, за сегодняшний диалог. Спасибо. Начальник главного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома Александр Качан был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова